Вы мне и Дагестан показали, вы теперь и даете первым попробовать тарталу или тарталу. Вот так вот, друзья, подписывайтесь, вот, на фермеру подписывайтесь. Вот, они показывают Дагестан, дагестанцы. На данный момент провели дойку отары в количестве 800 дольных цематок. Сейчас производим сыр из овечьего молока. Здесь приблизительно 160-170 литров молока. Сюда, в парное овечье молоко, добавляют сычужный фермент, сделанный из овечьего ягнячего сычуга. Из телячьего или овечьего? Сколько добавляем сюда? Добавляют вот бутылку, ну, полтора литра. Литр-полтора литра добавляют сычужного фермента. Вот нас обрызгали немного молоком, но это нормально. И перемешивают тщательно. Тщательно это все перемешают и оставят на минут 30-40. Минут 15-20 оставят. Ну, полчаса. Полчаса сыр свернется, и они начнут его загружать в мешки. Ну да, то есть сейчас у нас должно получиться так называемое колье, когда молоко свернется. Сырная масса, сырная масса просто будет называть. Да, а потом отделение сыворотки пойдет от сырной массы. Да, 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 все верно. То есть прошу заметить, никаких сыроварок... Никаких химических добавок, сыроварок, запрещенных препаратов здесь не используют. Используют вот пищевую бочку. Используется эта бочка для питьевой воды. Ну, в данном случае ее используют для молока. Да, я хотел добавить, что никакой водяной рубашки нету. Ничего не подогревается. Все делается вручную, в естественных условиях. Молоко процедили. Ждем. 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 Пока ждем, дадим отдохнуть нашим дойерам. Мы сейчас закрываем бочку, чтобы не попадал мусор. Да, и будем укрывать-то, нет, чтобы держалась температура. Или не обязательно сейчас, по такой погоде. По такой погоде не нужно, да? Так, друзья мои, прошло у нас, наверное, около 30 минут, плюс-минус. Мы пришли, и мы уже видим, здесь образовалось сырное колье. Что мы сейчас будем делать? Сейчас будем... Разбивать его, да? Разбивать. Давайте смотреть. То есть мы сейчас разбиваем колье, чтобы у нас выделилась сыворотка. И потом эту сыворотку нужно будет каким-то образом слить. Отделить. Отделить. Обычной палкой. Да. Теперь 10 минут поставим. Это палка березовая. Угу. Чистит. Разбили сырную массу. Оставляем на 10 минут, чтобы выделилась сыворотка. Правильно понимаешь? Определенно отделилась сыворотка. Отлично. Вот так оставим на некоторое время. И потом будем еще немножко придавливать. Мы чуть-чуть раньше сделали. Надо было до размешивания, да? Попробовать тарталу. Разница нет. Саид. Евгений, вы мне и Дагестан показали. Вы теперь и даете первым попробовать. Тарталу или тарталу? Тарталу. Вот так вот, друзья. Подписывайтесь. Вот. На фермеру подписывайтесь. Вот. Вот они показывают Дагестан, дагестанцы. И даже камелюксу. И даже камелюксу, да, показывают. Да, камелюкс. По моему представлению, да, это простокваша. Да, это тартала. Простокваша, это в Новгородской области. А здесь это будет... Какой-то необычный вкус. Это, может, для меня какой-то неприемлемый, но... Такой... Приятный на вкус. Приятный, мягкий такой. Белиссимо. Да, Евгеньевич. Мы не отстанем. Мы не отстанем. Так, я еще скажу пару слов тартала. Обычно, когда у детей происходит расстройство желудка, кормят детей именно тарталой. Оно все высыхает, и поправляются дети. Евгеньевич, вкус молока очень приятный. Вкус молока, да-да-да-да-да. То есть это... Ну, это же не только... Не только детям, это же хоть кому, у кого расстройство будет. Любому очень. Любому. А можно я эту бочку с собой заберу? Очень приятный. Вы, как это говорится, здесь ешь сколько угодно, с собой не даем. Очень приятный и мягкий вкус. Вот для меня это необычно, честно скажу. Необычно, да. Очень сильно отличается именно от коровьего, да, вот этого молока. Мы-то там привыкли. Я честно скажу, Евгеньевич, вот с вами вместе я впервые это пробую. И сыр даже, свежий сыр тоже впервые попробую. Ты вместе с нами открываешь Дагестан. Да-да-да-да-да-да. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Подписывайтесь. Обязательно. Вот. Фермиру. Фермиру это форкал, который делает для сельского хозяйства намного больше, чем... Для сельского хозяйства больше, чем вся страна. Да, можно сказать, те, кто и полномочий. Спасибо, ребята, спасибо. Это приятно слышать. Удачи вам. Так, Юнос, расскажи, что сейчас делает Джабраил. Сейчас он отделяет сыворотку. Вот он размещал его полностью. Прошло некоторое время. И теперь отделяет сыворотку. То есть мы просто давим вниз массу и набираем сыворотку? Да. Как правило, я видел, что вычерпывают сырную массу, а здесь происходит наоборот. Здесь происходит... Да, наверное, из-за этого, да? Там... Прессовать мы будем здесь же, то есть в мешки, да? Потом, как отделиться определенно от сыворотки, потом будем ее ставить в мешки. Здесь же? Да, 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 здесь же. Чтобы понести домой, будем ставить... По приобретению этого сыра можете считаться со мной. Меня зовут Карим. Карим Дайсидиума-Сесенов, да, Карим Актура-Заков, где ты? И в инстаграме Кайсидиума-Сесенов. Напишите мне, Алисидиума-Сесенов не беспокоит, потому что он этим делом не уполномочий заниматься, и он не желает. Сырная масса, которая попала в ведро, осела на дне ведра. Сейчас мы ведро достанем, вытащим ее. Да, и чтобы сырную массу у нас не ушла в сыворотку, да? В сыворотку, чтобы она не ушла. Не выливаем все на улицу, потому что там на дне остается сыр, драгоценный сыр, остающий молока. Сейчас мы уже начали набирать в ведро, да, сырную массу с осадками, сыворотки, и будем укладывать мешки, насколько я понимаю. Так. Сыворотка стекает в ведро, сыворотка тоже драгоценный продукт сыроделия, из него потом будем делать и рикотта по-камелевски. Тоже сыворотку фильтрируем, чтобы... Листая сыворотка уходит из мешка, остается чистой сывороткой. Продолжение следует... А сыр, вернее, не сыр, а мешки стираются, понятно. А специально в сыворотке его там не вымачивают, не надо? Нет, нет, мешки... Да, мешки не надо, да? Нет, ничего не надо. То есть... Дорого, старый сыр. Следующий мешок, да? Просто мы его мочим, чтобы... Нет, 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 его просто сполоснули, чтобы он был чистым. А сполоснули в горной реке. Чистейший. Чистейший, да. Талой воде. Это свиньяков, вода, да? Да, да, да. Так, уже тут полное ведро. А у нас река стекает из кавказских вершин. Сколько у нас должно получиться сыра? Отсюда. 180 литров, да, у нас получилось? Это... 160-170 приблизительно. А, порядка 45, да? Евгений, там смотри, сыворотка. 45-50 килограмм. 60 килограмм минимум будет. Игей. Так, сейчас мешок переполнится, вернее переполнится ведро. А, а там? Мы специально до этого привезли Саида. А, у нас специальный есть Саид тут. Уполномоченный. Уполномоченный. Эта сыворотка пить тоже может быть очень вкусно. Да, да, да. А вот тут полоску на прогулетах, она полезна. Для кишечника очень полезна она. Вот сыворотку нужно, чтобы чуть-чуть хотя бы прокисло. И потом охладить, вот настолько приятно бывает пить. Да, 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 да. Очень полезно. Кисло-молочные продукты. Да, да, да. Мы это, всю сырную массу в два мешка? Да. В два мешка, да? В четыре мешка было. А еще раньше шесть было. Да, если мешка больше. Работу тоже больше, позже. Дошти. А, скидать. Таскать. Подготовить? Одну лошаду надо это... Ставить. Одну лошадь будет. А если их будет мешков больше, понадобится больше лошадей. Ну, как бы больше сыра, больше денег. Карим, переверни ее в другую сторону, чтобы она... Обычно вот периодически мы переворачиваем, чтобы... Да, 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 чтобы отжать. Да, да, да. Друг Саид, у нас полное... Полное ведро. Полное ведро. Да, Баш, это за благо. Я, Баш, это за благо. За любовь, давайте. Так, Уля, давайте. Баш, Евгеньевич, обратите внимание, да? Они специально строят... Да. ...безстроенные камни и... Да, да, да. ...подъемы. Да, да, да. Немаловажный процесс в этом деле равномерно загрузить мешки, чтобы потом было удобно камин это что-то таскать. Чтобы один мешок не был тяжелым. Ну да, чтобы не перевешивало. Да, да. Поэтому насыпают равномерно. Можно. Надо, как. Если эту сырную массу не перемешивают, в процессе производства этого сыра, он не схватится, этот сыр сам. Поэтому его необходимо в процессе производства перемешивать. ...по объема, ну, больше одного, да? Полипропиленового мешка полного. Конечно, больше. Если полипропиленового мешка 50 килограмм, то тут... Не, ну... Двух. Ну, тут понятно, отожмется еще сыворотка. Да, да, да. Ну, короче, один мешок сыра железобетонный здесь есть. Чистота в изготовлении, Евгеньевич, обратите внимание, ни капельки, можно сказать. Ну, давайте глянем. Очень чисто. Вот, обычно... Давайте глянем. Да, в бочке все очень чисто, грязи не видно, мух не видно. Давай, ты все ладно. Это помню. Абцебет, давай, давай. Суда, давай, Саид. Саид сыродел. Саид везде успел. Саид, и Харид, и Деда успел. Минут десять, да, на прессование? Да. Саид, сыворотка полоска. Бочки полоскать, да? Вовремя нужно полоскать бочку, чтобы вот сыворотка не осевала. Чтобы не закисла. Капелька, да-да-да, капелька сыворотки, чтобы не закисла. Мы видели подобный процесс, но только в бочках с вином. А в бочках сыра видим первый раз. Что хорошо, рядом бочки есть. Жирность сыра. Жирные руки, да? Руки жирные. Вот так вот. Я вроде ничего не делал, чисто сыворотку взял и одно ведро забил. А руки жирные. Такой процесс у нас изготовление сыра. Разный день. Это ежедневно повторяем. В течение двух месяцев. Хочет чуть больше. Где-то два месяца и десять дней. Понятно. И потом вот эти вот мешки куда идут? Сколько они здесь будут? До завтра лежать? Нет. Мешки вот через некоторое время мы их привяжем и будем вышли на площадь. И понесем домой. А, то есть вот так вот. Вот так мы понесем их домой. Ага. Уже дальше будем там. Изготавливать дома? Дома. Дома. Изготавливать дома? Два-три раза надо. Переворачивай, чтобы он это самое. Ну, сыворотка, чтобы стекла, да. А дома-то будете сегодня делать? Нет. Нет? Мы просто снимем и расставим ее. Просто вырежем там на несколько, на три-четыре кусков. И вот так оставим. До завтра. До завтра, да? Да, до завтра. А завтра к обеду мы будем ее на куски резать. И потом селим. Если 10 кг, тогда получается день 35 тысяч рублей. День 35 тысяч рублей. Вот заработок этих рабочих. Вот так вот, ребята. Пусть будет 30. Поэтому он все же шабанов. По-русскому разговору не знаю, математика сильно знает. Обычная математика считания делится. Экономика? Они тоже считают так хорошо. Еще что интересно, он очень хорошо считает ее овец. Но не заметьте, отметить, что эти 30 тысяч ни на одного человека делятся. Да, делятся на всю бригаду, конечно. На всю бригаду. Бригадир, бухгалтер, когда колхоз был, посчитал отары. По-разному получил. Там рвецком, там бригадир, там еще другие члены комиссии. Саш, ты сама меня тоже посчитал. Я сказал, больше я считать не буду. Теперь вы считаете. Что я сказал, я тебе написал. Мы продолжаем с Алексеем Евгеньевичем в фермеру. И вот как бы у каждого свой метод отбивки, да, или как это называется, сыроделия. Сыроделия свой метод. И я вам хочу представить самцуха Хурбана нашего. Вот Хурбан, асаламу алейкум. Алейкум, алейкум. Хотим об этом узнать. Да, вот отдельно метод у нас. Каждый три метода есть. У нас сену, который вставляют, на траву, который вставляют, тоже есть. Вот они тоже вставляют по-другому. У меня по-другому есть. Вот про свой метод расскажи нам. Я вижу здесь только бурку. Что там под буркой? Откроем, проблемы нет. Вот. Вот это поднимаем. Сейчас мы можем его открывать тоже. Показать все. А тут листья какие-то, да? На листьях лежало? Да, 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 да. Это вот что? Для чего это делается? Для теплоты, чтобы на земле не лежало. Температура, да? Да, да. А у тебя метод, вот ты сказал, что у тебя отдельный свой метод. Это объясни вот про этот метод. Что ты делаешь? Это имеется в виду метод сохранения сыра? Да, это год его вот так оставляешь, оно не портится. Ух ты. Сохраняется нормально? Да. Вот прямо здесь? Да. Вот здесь прямо? Да, да, да. А не все домой? Сейчас. То есть сыроделие у вас один метод, а вот метод сохранения у вас разный, как я понял. Так получается? Да, да, да. Ну и, нет, по-разному. И вот тут-то я листьев не вижу. Листьев здесь нету. Вот, листьев здесь нету. Это по-разному. Вот так держите. Вот. Круг. Ух ты. Вот сейчас снимем его. На, сейчас живо. Вот, пожалуйста. Вот. Сколько времени этому сыру? Когда? Этому сыру где-то 4-5 дней. 4-5 дней, да? Да, да, да. Когда его можно будет есть или когда вы его повезете? Любой заман можешь есть. В любое время? Да. А так она еще не крепкая. Она еще с... Солишь она. Ага. Ну, кушать в любое время можно. Сейчас так больше. Вот, листьев у нас ходили на хитинап. Шили? Ходили на куна зазей. Это пока в свежем виде. Да. Его нужно еще хранить, пока это сами рассоли. Да, да, да. Давай лучше обратно его и пусть он в своем месте побудет. Вот. Там все есть. И ворот, и соленое все есть там. В мешке, да? Да, да. Сейчас соль берет. Да. Ему еще ничего не должен сейчас. А переворачивать не надо? Переворачивать каждый день. Каждый день развязываете и переворачиваете, да? Мешок он должен повываться. А, просто мешок. То есть головки не достаем? Нет, нет, нет. Просто мешок. Разве как нужно? Вот крепко, да? Вот, и перей, и не тут. Чтобы воздух не заходил, да? Ну, чтобы воздух не проходил, и чтобы сыворотки, рассол не выливались. Видите, он создаёт вакуум. Вакуум. Да, очень плотно. Да. Да, да, да. И на протяжении, с каких времени это вот задерживается, этот фурман? Как? Сколько времени оно тут хранится? Хочешь, через день можешь и так сказать, кушать его. Не, вообще максимум времени. Год можно его вот так оставить. Она не портится уже. Ну, нормально сохраняется. Ну, ещё раз про сохранение. Всё-таки домой в температуру 6-8 градусов или прямо здесь можно оставить? Зимой замёрзнет. Вообще, для молочной продукции желательно в низкой температуре, это 8-12 градусов. Выше уже не желательно. Ну, то есть, всё-таки надо везти домой, в село и в какие-то там каменные подвалы? У каждого свой метод или их всего три метода? Ну, которые я знаю три метода. Вот расскажи немного, Курбан. Вот один метод, вот это сохранение. Ещё какой метод? Один на Харидиджану Солевха. Есть ещё метод, вот, заворачиваем сыну. Да-да-да. Туда вставляем листья шавеля, много соя. И тоже самое создаём герметизацию, заворачиваем его, привязываем его, вот, например, в низкий спагаль. И вот там сохраняем. Здесь есть такой? Здесь у нас сыну, их унесли. А, унесли, да? И вот в таком состоянии её хранят где-то в течение недели. И после только её соль. То есть, свежий сыр заворачивается в шавель. Вот это сохраняет порно, положение сохраняется в течение 5 дней. И потом только оставим соль. А соль снимаем где-то через 2 недели. 11-20 дней. Вот такой промежуток, оставляем соль. А после этого снимаем соль, опять повторно заворачиваем. Там остается, ну, поменьше соли и в таком состоянии её можно хранить сколько угодно. Та же годами. Вот, например, вот эта лисовая шавель даёт определённый её даже цвет и привкус, и становится очень приятным. А третий метр? А третий метр? Третий метр – это обычно вот наши камилуксы, которые изготавливают. Мы его ставим, несем в мешках домой, там в специальных помещениях, в следующий день режем на куски, а после только вот солим её. Вот эти мелкие куски, это обычные куски должны быть хотя бы килограммовые. На мелкие куски, как она режем, она не так особо качественно получается, вот чуть более большие куски, они очень приятные. Да, килограммовые режете и их выкладываете. Килограммовые, килограммовые и более, там можно и до двух даже оставить. В таком порядке, вот, и идёт определённо, вот, помещение должно быть более, и влага должна быть в помещении, и низкая температура. Ну, не низкая. Ну, 8-12, да, 8. Это более оптимальная температура, 8-12 градусов. В таком режиме оно получается очень приятно. Вот, когда мы ставим на стол, почему-то вот в таком же порядке дело и в других селах. Ну, почему-то у нас оно особо получается, и больше всего ценится камилёвский сыр. Я не уеду отсюда, пока мы все три сыра не попробуем. Вот так вот, друзья, у каждого свой метод сохранения. Так, давайте вернёмся к мешкам. Вот сейчас вот мы их мешки положили на какие-то растения. Ну, растения не важны в данный момент? Что тут будет? Вот это вот. Вот смотрите, вот это растение... Это кукуруза, да? Нет, нет, нет. Это здесь трава какая-то. Это растение называется чамирица. 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 В ухах, где обычно вот, например, низкая температура, чтобы вокруг не ползли насекомые. Оно ядовитая слегка. Вот, а её просто охраняют от насекомых. Где она, мыши не работают, например. Мыши не ползут, и остальные насекомые не уходят, они от неё выходят. У него, видите, вот мешок, пакет, он создал герметизацию, и... Ну, то есть, людям не опасно? Да, и людям приятно, и... Хорошо, и сейчас вот мы их укроем буркой. Чтобы... только можно, чтобы тепло было, чтобы вечер, температуру сохранил, поэтому мы укроем буркой. И переворачиваете прямо мешок? Да, мешок вот так переворачиваем. Он каждый день берет. Ну, давайте перевернем. Смотри, вот она вот так стоит, вот сейчас вот так, завтра. Ага, вот так вот, да? Потом, следующий день вот так. Вот, видите, там внутри у него рассоль. Да, 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 в рассоле мы видели. И вот что главное, вот обычно во многих местах для рассоли используется даже некоторые кипяченую воду. Там сыворотку коровьего молока. Чем это? Самое лучшее получается именно овечья сыворотка. Почему-то вот, например, у нас дома овечий сыр, мы сами обязательно... То есть, коровий сыр с самым овечьей сывороткой. Почему-то там и особый вкус получается. Совсем другой вкус бывает. Понятно. Да, это уже получается от овечьей сыворотки. Да, 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 овечьей сыворотки на коровье молоке, чтобы использовать. Так, а вот про этот мешок мне сказали, что как раз из сыворотки сделано. От сыворотки сделано это, да. Да, как это по-аварски называется? Это магаш. Магаш. Он вскипятил. Да, или рикотта это называется, насколько... Да, рикотта, да. То есть, это скипятили сыворотку, да, и потом вот эти хлопья... Да, да, да. Отделили. Отделили хлопья, да? Да, да, да. Да, то есть, это рикотта. Рикотта по-камелюкски. Рикотта по-камелюкски. Очень приятно кушать. Да, да, да. Немножко солить надо. Можно и не солить, она очень такой нежный. Соль там определённый привкус даёт. Вот так вот, ребята, рикотту варят мешками. Итак, друзья мои, сегодня фермер Ру побывал в хозяйстве Обода, в селении Камелюх. Мы посмотрели, как делают настоящий горный сыр. Мы посмотрели, как доят овец. Мы посмотрели, как происходит процесс самопрессования и созревания сыра в мешках по одному из способов. Остальные способы делаются уже внизу в селении, да? Уже дома. Вот так вот, друзья мои. Вот это настоящий Дагестан, это настоящие эко-продукты. Кушайте. Все контакты будут оставлены в описании. У нас тут поднимается сильный ветер уже. И нам пора двигаться домой. То есть мы привезли сейчас сыр с гор, тот, который мы сделали, да? Да, да, да. Тот, который мы там сделали. Вот таким образом приносим домой. Теперь пойдём дома, будем снимать. Отлично. Давайте. Вот так вот наш конь поднимается. Так, друзья мои, мы привезли сыр на лошади домой. Юнус, рассказывайте, что сейчас с ним сделали. Вот, как домой мы принесли, сняли его из мешков и разрезали более на крупные куски. И вот теперь вот в таком положении они должны хранить у нас ещё до завтра. Завтра будем ещё там каждый кусок там на 3-4 кусок разрезать. Ну, чуть поменьше на куски. А зачем? Чтобы вот, например, обычно вот большие куски, они особо там соль меньше берут. А, чтобы просолить, да? Да, да, да. А вот обычно вот куски должны быть в размере килограмма. Вот в таком объёме сыр берёт вот в соль нужное количество. Да, я понял. А когда мелкие куски, он берёт сильную соль. Он уже соленую. Пересолить, чтобы можно, да, да, да. А мы вот в одинаковом объёме, вот, например, количестве добавляем соль, вот мелкие куски, они солёные становятся. А вот когда что-то покрупнее, они вот самые вот по вкусу, они намного вкуснее. Понятно. И после того, как завтра их разрежем, и завтра же в соль? Да, завтра же в соль. После обеда. И сколько они пролежат в соли? В соли где-то неделю будут лежать, и потом мы поставим их в рассоли. Потом в рассол? Да. Потом в бочку. Ага, в бочку. В бочку. То есть вода и соль там будет в бочку? Да, да, да. Не вода. Ну, сыворотка овечья. А, овечья сыворотка. А, вот он секрет. В овечей сыворотке. А именно вот лучше созревает именно в овечьей сыворотке. А сыворотки нужно удалять вот и жир от него, когда мы оставляем сыворотку на несколько дней. А на поверхность садится вот жир. Сыворотка заберет, да? Нет, жир там вообще не должно быть. Жир удаляем. Вот оставляем чистую, вот например, прозрачную сыворотку. А с сыворотки жир удаляем? Да. И в сыворотку добавляем соль? Да. Вот. Даже сыворотка, оно не должно прокисать. Понял, понял. А даже мы в сыворотку соль добавляем прямо еще в кошар. Когда мы оттуда возим ее, туда же добавляем, да, да, в сыворотку добавляем соль, он не должно прокисать. Понятно. И сколько он пролежит в таком рассоле? Ну, можно сколько угодно. То есть в бочках? Да. Они обычно, например, до весны они у нас не остаются. Проходят клиенты, сколько угодно спрашивают. То есть они будут лежать там до продажи? До продажи. До продажи покупателей. Прокупатели сами к нам домой приезжают. И когда даже заканчивается, еще столько, они спрашивают, нет ли овечий сыр. Понятно. Сколько стоит килограмм овечьего сыра вот такого? Из дома, вот, например, тоже вот одинаково приготовленный овечий сыр, обычно оно получается по-разному. Вот именно вот наш камелёгский сыр в этом году стоит килограмм 700 рублей. 700 рублей килограмм. Да. Супер, супер. А на базаре, кто вы, перекупщики? 1400. Ну, где более, за 1000 рублей. За 1000 рублей, ну, понятно, да. Это еще в прошлом году, в прошлом так было. Понятно, понятно. Отлично, отлично. Продолжение следует...